Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Президент отметил, что для миллионов людей во всем мире Рамазан неразрывно связан с духовным развитием, обновлением, созиданием. Впервые в истории Казахстана священный месяц встречается в условиях чрезвычайного положения. Поэтому лидер страны призвал всех верующих следовать рекомендациям духовного управления мусульман. Как встретили первый месяц в Алматинской области, расскажет Ануар Магельдинов. В этом году священный месяц Рамадан складывается для мусульман весьма необычно. Из-за ситуации с коронавирусом все мечети страны закрыты. Доступ к храмам имеется лишь у священнослужителей, а вот остальным верующим приходится читать молитву дома. В целом в Алматинской области имеется около 500 мечетей. В них служат порядка 600 священнослужителей. Однако пандемия не может быть преградой для истинного верующего, считает 82-летняя Гульзихан Узакова. Уже на протяжении 50 лет она придерживается канонов ислама. Как рассказывает Талдугурганка, она соблюдала пост и в советские времена, когда выражать приверженность к религии было под запретом. Поэтому режим чрезвычайного положения ее никак не сковывает. Все обряды и молитвы можно беспрепятственно совершать дома, говорит Гульзихан Узакова. Желаю всем верующим, чтобы Всевышний принял ваш пост. Пусть этот священный месяц принесет счастье, здоровье и благополучие. Вне зависимости, какой на дворе режим, нужно всегда иметь крепкость духа. Надо молиться и верить в лучшее. Я верю, что болезнь под названием коронавирус минует нас. Ведь и до нас было множество пандемий, и все они прошли. Чтобы в режиме ЧП верующие могли соблюсти все обряды, Духовное управление мусульман Казахстана предприняло ряд мер. К примеру, благодаря заключенному соглашению между ДУМ и банками страны, теперь пожертвования фитер-садака можно производить онлайн. Также активно в интернет-пространстве ведется обучение тех, кто впервые соблюдает пост. Специально для них проводятся онлайн-уроки. Всю необходимую информацию касательно поста, намаза и прочего вы сможете найти на официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана. Также на платформе YouTube у нас есть канал Хикмет ТВ. Там есть множество видеоуроков, которые помогут во время поста как начинающим, так и тем, кто соблюдает ораза не первый год. Хочу также отметить, что несмотря на внедрение возможности оплаты фитер-садака онлайн, возле ворот мечетей мы установили ящики для пожертвований. Ведь есть среди верующих те, кто не владеет навыками цифровой грамотности, либо у них нет платежных карт. Месяц Рамазан продлится полный лунный цикл – 30 дней. Однако и после окончания священного месяца праздник разговения, скорее всего, придется встречать ограниченным количеством людей. Ведь даже если карантин и будет снят, меры предосторожности нужно будет соблюдать еще какое-то время. Ануар Амангельдинов, Ержан Дюсен, телеканал ЖИЦУ. За сутки количество зараженных инфекцией COVID-19 в Алматинской области возросло на 4 человека. В результате общее количество инфицированных достигло 73 человек. По словам специалистов, состояние пациентов стабильное. Все они проходят стационарное лечение в инфекционных отделениях клиник региона. Вместе с тем, статистика вылечившихся также растет. Благополучно вызарив, вернулись домой уже 9 человек. Как заверяет руководство здравоохранения области, в целях заблаговременного выявления больных, анализ ПЦР проводится среди всех, кто болен ОРВИ и пневмонией. Уже более полутора тысяч гриппующих в области прошли тест. Более того, сдают их и полицейские, и медики, дежурящие на карантинах и блокпостах. Для проведения всех соответствующих процедур в регионе развернуто несколько лабораторий. На сегодня уже открыты у нас 4 лабораторные точки для проведения ПЦР-исследований. Уже на подвозе еще одна лаборатория у нас откроется. До выходных должна прибыть еще шестая. То есть сотрудники, сейчас мы параллельно пригласили с Нурсултана, также из своих резервов среди медработников Алматинской области, уже мы мобильную группу тоже создали. Они уже тоже будут приступать к этой работе. Первый отечественный дезинфицирующий тоннель установили в Алматинской области. Мобильное оборудование обработки антисептиком в разы снижает риск заражения респираторными вирусными инфекциями. Принцип простой. Проходишь через этот тоннель и срабатывают автоматические датчики, распиляющие на все тело пары антисептиков. По обслуживанию достаточно постоянно наполнять 20-литровую емкость жидкостью. В среднем за час может обработать более 700 человек. Первый экземпляр уже работает в одном из кулинарных заведений Талукургана. Подобные устройства установлены в ряде социальных учреждений Северного Казахстана и Нур-Султана. Специальный раствор разводится в емкости и подается через насос. Он не вредный ни для человека, ни для одежды, ни для кожи. Преимущество дезинфицированной туннели заключается в том, что она является разборной и разборной. Можно ее разобрать, собрать. В течение получаса она будет готова к работе. В ней состоит из пяти форсунок, которые обрабатывают полностью человека, проходя через туннель. Против вируса и весь Коксулский район во всех десяти сельских округах системно ведется масштабная дезинфекция. Специалисты ежедневно проводят обработку дорог, тротуаров, парковок, а также дворовых территорий. В общей сложности в дезинфекционных мероприятиях задействованы 30 человек и более 20 единиц техники. По словам специалистов, каждый день обрабатывается свыше 5000 квадратных метров. И несмотря на то, что людей на улицах стало намного меньше, обработку территории в день проводят два раза. Власти уточняют, что особое внимание уделяется территории медицинских организаций и на территории границ с другими регионами. Сейчас в Коксулском районе действуют два ограничительных поста. Ежедневно у нас через блокпосты проезжает около 200 автомашин и более 300 человек. У людей проверяют документы и температуру, а транспортные средства проходят тщательную обработку. Всего на период пандемии коронавируса в районе на дезинфекционные мероприятия выделено 12 миллионов тенге. Более 13 тысяч гектаров планируют засеять различными культурами в этом году земледельцы Капшигая. Как и годом ранее, для крестьян приоритетным направлением остается сахарная свекла. В каких условиях работает сельхозтоваропроизводители и как повлиял режим карантина на посевную, расскажет Азадж Маханов. Режим ЧП и карантин не должен стать преградой для сельхозтоваропроизводителей. Посевная должна проходить своевременно. Эти вопросы во главу угла ставит и глава государства, и Аким Алматинской области. Для крестьян создали все необходимые условия. Несмотря на вводимые меры, для них организовали зеленый коридор по территории всего региона. Ежегодно оказывается помощь с доставкой семян и дистоплива. Колоссальную поддержку со стороны государства уже несколько лет подряд. Ощущает на себе крестьянское хозяйство Бибарас, города Капшигай. В прошлом году они получили с каждого гектара по 500 центнеров сахарной свеклы. В этом году планируем увеличить результат, признается глава товарищества. Несмотря на этот карантин, помогли доставить нам семена, солярку для тракторов. За завчастями ездим иногда, помогает. Благодаря этому мы вовремя по агротехническим требованиям везде успеваем. Вовремя, можно сказать, посеялись. В этом году в Капшигай планируют освоить 13 600 гектаров земель. Большая часть, а это более 8 тысяч гектаров, отведена под зерновые и масленичные культуры. Несмотря на карантинный режим, все оборудование крестьяне получили вовремя. Соответственно, вовремя началась и посевная с конца марта. Субсидируются семена сахарно-секлы, субсидируется поливная вода, удобрение гербициды. Если в прошлом году мы с 800 гектаров получили 25 тысяч урожая, в этом году планируется получить больше. Отметим, на сегодня по городу Капшигай функционирует более 400 крестьянских хозяйств. Кроме кормовых заготовок, они специализируются на выращивании овощей, которые закладываются в хранилища и обеспечивают часть стабилизационного фонда области. Азад Жумаханов, Степан Мерешко, телекомпания ЖТСУ, Капшигай. К другим темам. По одному миллиону тенге получат ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию победы. Средства выделяются из республиканского и местного бюджетов. По словам ответственных лиц, помощь ветераны уже получили. Выплаты произведены. По 150 и 30 тысяч тенге, соответственно, начислили лицам, приравненным к ним, вдовам и труженикам тыла. В общей сложности на эти цели в Алматинской области предусмотрено 386 миллионов тенге. Отметим, на сегодня в Алматинской области 75-ю годовщиной Великой Победы встречается 64 ветерана. Социальную помощь населению, в том числе по нашему региону, оказывает и созданный по инициативе Ельбасы общественный фонд «Безбергемс». По условиям фонда, материальная помощь именно из этого фонда оказывается социально уязвимым семи категориям населения. И они оказывают помощь только жителям городов с численностью 100 и более тысяч. 1 452 труженикам, проживающим на территории города, перечислено по 30 тысяч тенге. 65 вдовам, умерших участников Великой Отечественной, по 30 тысяч тенге. И одному узнику фашизма, проживающему у нас на территории города, перечислено 100 тысяч тенге. Кроме этого, как вам известно, в этом году начал свою работу Республиканский фонд «Безбергемс». Из средств этого фонда этим же категориям лиц оказана материальная помощь в размере 50 тысяч тенге. Полицейские Алматы показали, как горожане игнорируют требования режима строгого карантина, передают закон КИЗЭТ. Видеоподборка сделана на примере работы стражи порядка Турксибского района. Ролик охватывает процесс несения службы полицейскими в местах карантинных зон, очагах заражения КВИ, подворные обходы, патрулирование дворов и расснительная работа с помощью СГУ. Рейды проводятся не только на улицах и во дворах. Полицейские проверяют и субъекты частного предпринимательства на предмет соблюдения ими условий ЧП и карантина. В Актауном мобильном посту сбили полицейского, пострадавший доставлен в больницу. Оперативно прибывшие на место аварии фельдшеры диагностировали у молодого человека 1998 года рождения закрытый перелом костей таза, повреждение правого коленного сустава, а также закрытую черепно-мозговую травму. Как оказалось позже, примерно в 9 часов вечера 54-летний водитель, управляя автомашиной марки Toyota Hilux, избил сотрудника полиции, который нес службу на мобильном посту. Водитель задержан на месте происшествия. По данному факту составлены два административных протокола. Восточно-казахстанскую область направили дополнительные силы для тушения крупного лесного пожара на территории резервата семьи Ормана, передает Казахстан Today. Напомним, что пожар в лесу из низового перешел в верховой. Сильный ветер помог огню распространиться на большую территорию. Предварительная площадь пожара составляет 300 гектаров. Тушение ведется с трех участков. От семи Ормана на тушение пожара задействованы 202 человека, 58 единиц различной техники. Также к месту пожара направлен 71 человек и 8 единиц техники от Национальной гвардии. Европейский автопром после месячного простоя возвращается к производству в условиях повышенных мер безопасности. Группа компании Renault открыла завод во Франции в городе Лиман. На заводе Ferrari в итальянской Модине 4000 сотрудников проходят регулярный медицинский осмотр. Завод Сузыки в Венгрии возобновит свою деятельность на следующей неделе. В Европе из-за приостановки производства на автомобильных предприятиях не менее 1 миллиона человек были уволены или переведены на сокращенный график работы. Это более трети рабочих. В целом потери производства оцениваются в более чем 2 миллиона транспортных средств. Продажи на европейском авторынке в прошлом месяце упали на 55%. В Германии проходит суд над бывшими сотрудниками сирийских спецслужб, которых обвиняют в пытках и убийствах представители оппозиции. Процесс называют уникальным и первым в истории. Законы Германии позволяют преследовать за преступления против человечности, даже если они совершены на территории других стран и против граждан других государств. Подсудимых считают причастными по меньшей мере к 58 убийствам и пыткам около 4000 человек в 2011-2012 годах. Позже бывшие сотрудники спецслужб перешли на сторону оппозиции и оказались в Германии в рядах беженцев. Один из них, опасаясь преследования со стороны бывших коллег, сам рассказал о своей деятельности немецким правоохранителям. Коронавирус еще не захватил весь мир. Газета Daily Mail составила список стран, которые все еще остаются свободными от COVID-19. По последним данным источника, ни одного случая заражения не зафиксировано в 15 государствах. В список безопасных стран входят Каморские острова, Кирибати, Лесота, Маршаловы острова, Федеративные штаты Микронезии, Науру, Палау, Соломоновы острова, Таджикистан, Тонго, Туркменистан, Тувалу, Вануату и Северная Корея. Продолжаем выпуск. Служба ЧАЭС совместно с сотрудниками Касселезащиты в целях профилактики паводков приступили к визуальному облету моренных озер Алматинской области. Несмотря на благополучно пройденную первую фазу паводков на равнинах в горах и предгорьях, при интенсивных дождях возможно формирование склоновых стоков. Такой опасности подвержены практически все предгорные населенные пункты Алматинской области. Ослужить ситуацию может интенсивное таяние снегов в горах и заполнение моренных озер, отдельные из которых имеют в своем объеме тысячи кубометров воды. В горных массивах хребта Зайлиск-Валатау определены 6 оползня опасных и 56 селеопасных участков. Постоянно проводятся обсуждения опасных участков. Аэровизуальные обследования проводятся с целью определения фоновой оценки состояния и мониторинга русел бассейнов рек, моренных озер и опасных участков. По итогам проведенных сегодняшних обследований состояние моренных озер стабильно. Данные озера находятся на высоте 2500 и более метров от уровня моря. Большинство озер находятся в зимнем режиме. Акватория водоемов покрыта льдом и снегом. Ополненных явлений в руслах бассейнов рек не наблюдается. У нынешней весны еще не кончились сюрпризы. Шквалистый ветер перепадает от плюс 20 до минус 3. Гроза и даже снег. И снова около плюс 30 на термометрах. Кажется, что природа шутит аномалиями. Абсолютный максимум апреля на территории Алматинского региона был зафиксирован в 1946 году и составил почти 37 градусов со знаком «плюс». Специалисты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среднесуточная температура второго месяца весны была выше на одно значение и составляла 12 градусов. Стоит заметить, природно-климатические условия Алматинской области таковы, что в третьей декаде апреля, начиная с 25 числа, ожидается усиление западного ветра до 20 метров в секунду, который принесет дожди с грозами. Температурный фон составит 20-25 градусов тепла в дневное время, ночью до плюс 13. Всему виной циклон, который придет с российской территории и принесет с собой атмосферные осадки. Аномальная жаркая погода в этом месяце нельзя сказать, так как для нашего региона это является климатической нормой. В этом месяце среднесуточная температура для нашего региона составила 11,3. Это соответствует своей климатической норме. В мае нас ожидают перепады температур. Столбик термометра у нас будет колебаться от 15 градусов до 32 градусов тепла в дневное время и в ночное время от 5 градусов до 18 градусов тепла. Где-то в северных районах в начале второй декады ожидаются заморозки до 5 градусов. В Талтыкургане прошел первый онлайн турнир по футбольному симулятору FIFA 2020. В нем приняли участие в режиме самоизоляции 28 киберспортсменов и просто любители сетевых игр. Возрастных ограничений в турнире нет. Выбрав ведущую футбольную команду мира, участников распределились в соответствии с турнирной таблицей. Вырваться вперед можно лишь одержав победу. Лучшие 8 команд попадают в четвертьфинал. Добавлю спортивное мероприятие, организованное молодежным ресурсным центром. Победители ждут символические награды. В связи с положением в республике мы сейчас полностью перешли в режим онлайн. И этот турнир мы тоже проводим в сети. Мы хотим, чтобы вся молодежь сидела дома, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В условиях пандемии это верное решение. Думаю, это поможет молодым людям развеяться и проявить спортивный дух и конкурентность. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.